Шарик, 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 шарик. Шарик на шарик. Давай посмотрим, кто чем занимается. Да нет, что-то может. Иначе, а чем вы занимаетесь тут? Я сегодня иду мимо песочницы, а не вот это. Леонида, она что-то там какие-то, вот эти вот берет, там разные, вот они тут лежат, березовые, ну никого, это ломкие, просто вот, стукла, она сломалась и что-то забивает, ну что строить я не узнал. Она строит башню. Вот я решил 10 настоящих свай, кольев, сделал из чистой березы. Ну, одна там, мне кажется, есть петлы, а сейчас сделаю, забивать-то ей нечем, молоток настоящий деревянный, киянка называемый. Вот, мне сразу Ксения попросилась, надо дать знать Тимофею, он строитель. Вот так, чтобы он попросился, бегайте за ним. Кто-нибудь, Тимофея позовите, да? Сижу. Бегом. 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 У вас целая команда будет. Девчу поднести, сдать. Она попросила алюминиевую проволоку. Я не стал никак в подробности, что строить. Когда построить, я тогда убью. А сейчас решил маленечко ей облегчить состояние. Ну-ка посмотри, как. Вот это забивать тебе легче будет? Да. Ну? Да. Ну все. Десять ковышек. Давай, понесем. Бери проволочек. Вот это и видно, что она там уже плавится. Я беру ее помощник. Давай не надо, да? Я делал столик, увидел. И Ливию, и Никсюшу, хотя они болтушки, это же ужас. Вот она, видишь, еще что-то построила тут. Я проходил мимо и увидел. Тогда детстве можно палочки убрать. Спрашивает, почему песочница маленькая такая-то? Совсем маленькая-то. Так это на сдвинутой территории. Главное-то, что, смотри, цветик. Вот я показываю здесь. Ну, нож на ширину ступни. Песочница. Взять на ширину ступни дерево. У нас земли не было. Мы за это бились, бились, бились полтора гектара. Это где купаться, дорожку пройти. Это все было непросто. Коммунисты не давали. Но мы остались в прежних рамках. И поэтому нам никуда ничего нельзя было. У нас все вымерено. Здесь он стоит. Стоим мы. Здесь палатки стояли. Вот здесь вот. Это палатки, палатки, палатки. А здесь стояло два больших балагана, мы называем. Из травы. На десять человек. Они остались прежние. Ленин в шалаше. Но у нас это большие были. Ни одного человека. Поэтому для песочницы место это единственное, где мы выбрали место. Маленькое, конечно, маленькое. У него просто другой возможности и не было. А сейчас ребятишек стало меньше. Можно было куда-то дальше делать. А у нас в основном было за лето сто восемь, сто девять. Вот на этой территории-то погляди рядом. Да где что? Вот это вот. Сейчас у нас там посмотри. Вот. Вот это мелочь опять. Слышишь? Унеси туда на дрова. Сложи. Вот посмотри. Я покажу. Стоишь. Вот она лой. Вот подошли ты-ка. Вот они рядом дети. Покажи где они. Вот он светник. Там дальше проход. Проход. Вон видно где-то висят объявления все это. Распорядок дня. Здесь вот эта вот кель на куриных ножках. Она стоит на таких. А там называется хмутаракань. Вот. Это мальчиковая. Вот это вот. Вот она стоит. Тут только руки раскинуло чуть-чуть и все. Это колокола. Все висят. Под аноноем колокола. Теперь дальше. Смотри. Здесь весь инструмент. Лопаты. Вот они все лежат. Полно. Абсолютно некуда пошевелить. Дальше. Тут тополь. Вот здесь. Это вот участок, который когда-то тут дом был. Тут ты вообще ничего не сделаешь. Это у нас здесь клубника Виктория. И дальше виноград растет. Это Сибирь. Вон туда дальше идет. Ну, а там под семена какие-то. Что там? Я не знаю. Редиска была посажена. Ну, редиска там что такое-то. Здесь вот тоже думали что-то будет. Здесь песок был. Здесь все это фундаменты. Тут ничего нет. Да и куда с глаз дало. Нам надо, чтобы дети были на виду. Посадили вот деревья. Березы. Тополя. Вот видно, как оазис наш выглядит здесь. Мы согласны со всем, что говорят. Из чего сделано-то? Картош, вот она облетела. Теперь хоть постоянно было. Каждый год осенью мы должны были все размонтировать, спрятать. А остальное сжигалось. Сжигали. Приходили хулиганы. 18 раз нас затла сжигали. А места нам не давала власть советская. Да ладно, мой еще крестник. Он был главным агрономом в Корчино. Сископ Алексей Семенович. Он там как-то сумел по партийной или какой линии продвинуть. И нам дали полтора гектара. Вот пойдем сюда. Пошли. Это вот у нас. Пекарня. Вот она рядом. Тут повернуться-то негде. Это игровой зал. Вот тут две еще кельи. В каждой кельи по 8-10 человек. Может быть, воспитатель вместе считая. Вот оно где. В скамейке сидеть. Ну, повернись. Иди. Посмотрите. Распирю на тот момент. Смотрю, воник и достал. Дальше иди сюда. Посмотри. Вот этот проход. Мы не можем никуда уйти. Это что? Устав христианского православного трудового лагеря ставим. Это трудовой. Трудовой. Никакой туристический, не спортивный, не оздоровительный. Вот. Ну, это все надо считать. Смотри. А вот здесь что? А здесь распорядок. Это кто-то нарисовал из наших. Был тут. Видишь, когда молитва. Какой распорядок дня. Вот. Здесь кто-то внизу, там обогрев идет. Там труба с этой стороны видать. Вот, подскажи. Вот труба. А это с этой стороны топка была. Мы еще не топим. Можно было просушивать одежду. Все мы заложили. Вон туда идет топка. И все из подсобного материала. Степи найдем где-то. Домой тащим. А то сейчас можно купить. А тогда никак. Мы уезжали, все разрушали у нас. Вот смотри сюда со мной. Зайди. Иди сюда. Так. Ребята. Уж очень внимательно. Пойдем сюда. Вот. Вот смотри. Свидетельство. Как-то сделать так, чтобы видно было. Мальчики, мальчики. Сейчас подожди-ка я рукавичкой протру. Я думал, надо мне пляжку мою, так часто. Ну, значит, ты возьми. Ну, подойди. Тебе как-то перешагать надо. Возьми. Возьми. Вот. Управляющий Шимско-Сибирской епархией. И песков Ивтихий. Свидетельство. Прочитай, я не вижу тут. Что тут написано? Настоящее свидетельство, что православный лагерь стан для христианских детей, освященный в честь священномученика Климента Анкирского, относящийся к церковным общинам РПЦЗ Крестовозвиженской города Барнаула и Свято-Анфимовской села Потеряевка. Имеет на свое существование и богоугодную деятельность архиерейское благословение, что и удостоверяю подписью и печатью. Пожалуйста, вот оно все здесь. Епископ Ивтихий. Какого числа тут? Что там написано? Поближе приблизь, чтобы прочитать. 9 июля или августа тут что там? Оно. Какого года? 95-го. 95-го. А второй документ. Что тут? Мамонтовского района. Что тут написано? От какого-то числа? Просчитаешь? От 17-го декабря 1990-го года. Еще коммунисты у власти были. Что тут? Так, что там? Мы ниже подписавшиеся. Мы ниже подписавшиеся комиссия в составе председателя комиссии директора совхоза Корчинской товарищеской. Мануйлова. Мануйлова. Анатолия Сергеевича. Дальше. Главный бухгалтер, наверное. Что-то член комиссии главного бухгалтера. Павляева. Так. Что там? НЕ. Еще кто-то? Главного агронома товарища Сискова. Сискова Алексея Семеновича. Дальше. Председателя сельского совета товарища... Кулеба, наверное. Кулеба. Кулеба, да? Что там написано? Кулеба. Ну да. Дальше что? И депутата сельского совета Турова составили настоящий акт на передачу бросовой земли в бывшем поселке Потеряевка Лапкину Игнать Тихоновичу в количестве трех гектаров сроком на десять лет бесплатно. Вот. Понимаете как? И дальше подписи. И печать. Это такого труда стоило дать. У нас там около огородчик. Пирс. Вот здесь вот крапива была. Мы выкорчевали. Туалеты поставили. Где мы идем это все как бы за нами закрепили. И дальше что? Копия письма к чьё? Копия письма прокуратура Алтайского края. От 08 до 08 до 095. Номер? Номер 27G 95. Ага. Было установлено что православный детский трудовой лагерь в поселке Потеряевка Малатовского района предназначен для отдыха детей верующих в Бога. Нахождение на добровольной основе согласия родителей и на основании устава действующего на территории лагеря. В соответствии с христианской верой. Имеет место и наказание. То есть прокуратура возбудила уголовное дело как бы. А потом дают такой ответ все отменяется. Что дальше пишут? Которые не носят характер мучений и истязаний. А имеют чисто символический характер. Воспитательные цели. С лишением права купания. Дополнительные работы. Несильные удары ложкой по лбу. То есть это за 30 лет я никого не ударил. Только это написано. Сеткой войской. Сеткой войской её даже нету. Либо растением, лопухом и так далее. Лопухом. То есть вот это вот бывает, что крапива иногда. И то это один из десяти раз наказано. Прокурор Мамовского района. Советник юстиции ВГ Сухов. Сухов, пожалуйста. То есть исследовали, ничего нету. Ну а тут а церковная дисциплина. Удары в колокол. Там устав. Чем он какой-то. Это полный устав нашего лагеря. В краевом отделе юстиции. Это можно даже пройти и зафиксировать. Чтобы было где-то. Почему он называется лагерь Стан. Почему он называется в честь Климента Анкирского. Кто он такой. Сам же смотри. Все. Так. Ты кто теперь? Русская или француженка? Белорусская француженка. Белорусская француженка. Так. Да тебя что, не запретят тут жить-то у нас? Нет. У меня три месяца я имею право. Понятно. А то видишь, мы молимся. Точно не знаем, зачем молиться-то. Хочешь остаться у нас? Ну да. Слава Христу. Это была бы причина остаться-то. А разочаровать успеешь еще. Это все в жизни человека бывает. Надо преодолевать доверие Богу. Сегодня так, завтра так. Так. Виктор, пропусти его туда. Пусть он заснимет. Да я пройду там. Засними, кое-что можешь прочитать. И там выйдешь, там... А, там деревенский устав. А вот эти уставы. С пояснения вот два рядом. Засчитай. Вот эти вот первые вот сюда перешагни. Да ты шагни через стол, не бойся. Вот. Почему они так называются? Первый, второй. А потом уже устав. Все там вот в этой сними и засчитай. Православный детский трудовой лагерь Стан. В честь Климента Анкильского. Память 23 января 5 февраля 312 год. Пояснения. Наш православный детский трудовой лагерь Стан назван в честь епископа священномущика Климента. В скобках латинское милостивый. Анкильского. У мальчика Климента отец был язычник, а мать Ефросиния христианка. Отданная замуж по принуждению. Климент в переводе греческое «отломанная молодая ветвь» виноградной лозы. В скобках лозы Христа. Отца лишился, будучи еще в колыбели, а матери в 12 лет. Климента усыновила благодарная, благородная, честная и богатая подруга матери София. Город Анкира, Ангара, в Галате, часть Малой Азии. Когда случился великий голод, язычники бросали детей своих на дорогах. Святое утро Климент собирал их в дом, приемную матери кормил, одевал, учил и приводил их к святому крещению. Епископ Климент был усечен мечом во время литургии. Он терпел мучения от 11 мучителей в течение 28 лет. Более Климента Анкирского никто никогда от сознания мира не страдал. Он перенес невиданные мучения, какие только изобрел дьявол. Святой Климент Анкирский наш покровитель, заступник, моли Бога о нас. Так, тут пояснение тоже. Наш православный лагерь, наш православный детский трудовой лагерь станет в честь Климента Анкирского 23 февраля, 9 февраля 322 года, получил юридический статус, зарегистрирован в Управлении юстиции Латайского края 5 февраля 1996 года, номер 139. И по уставу в самом названии он зарегистрирован данным государственным органом не как лагерь-стационар, здание, корпус, но именно под названием лагерь стан, за 25 лет своего существования передвигавшись с места на место около десяти раз. Слово стан имеет свое происхождение первоначальное в Библии. «За 3600 лет до наших дней из истории, из шести, из еврелитян, из Египта в Ханаан для христиан от земли на небо». Исход 4 главы и 4 стих. Таких станов, остановок у евреев было 40 лет странствования по пустыне, 41-42. «Только девочки ждут». По еврейски стану Матте, Мухана, числа 1 глава 16 стих, 2 глава 14 глава 5 стих. «Стоянка, остановка и установка шатров в палатах шалашей». Числа 9 глава 15 стих. Далее, числа 33 глава, левит 4 глава 12 стих. Левит 6 глава 11 стих. Левит 8 глава 18 стих. Левит 10 глава 4 стих. И далее. Левит 13 глава 46 стих. Левит 24 глава 14 стих. Числа 12 глава 14 стих. И далее. Левит 31 глава 19 стих. Второзаконие 23-10. И далее. Иисуса Новина 6 глава 12 стих. Левит 14 стих. На туристические лагеря не распространяются никакие государственные законы, санитарные нормы, страховые, налоговые, пожарные и иные требования. Инструкции написаны для детских лечебных, спортивных, трудовых, оздоровительных и иных лагерей стационаров. В лагере наши комплексные вместе с детьми могут пребывать и пребывать родственники родителей. Время нахождения в лагере с нами может быть продлено. Возьмем? Поедешь с нами? Поедешь, она хочет узнать там, посмотрим. Ревизионная комиссия стоит из трех частей. Куда подъезжать там? Батюшка где будет? Место детского трудового православного лагеря в честь священномущика Кремен Танкирского, что находится в поселке Потерях Мамутовского района Алтайского края. Общее положение. Название. Детский трудового православного лагеря «Стан» в честь священномущика Кремен Танкирского. Местонахождение поселка Потерях Мамутовского района Алтайского края. Район детям Алтайский край. Детский трудового православного лагеря «Стан» образован двумя религиозными общинами. Принимает детей на летний период. Июнь-Август. Руководитель Совета Лагеря «Стана» подчиняется Турковным приходским советам вышеуказанных общин священнику и своему епархиальному архиерею. Лагер «Стан» образован и осуществляет свою деятельность в соответствии с законом о свободе вероисповедания Российской Федерации. Пользуется расчетным счетом крестоводвиженской общины. Второе. Цель, задачи, основные формы деятельности. Цель Лагеря «Стана» является воспитание детей на основах православной веры, чтобы они выросли добрыми, христианами, трудолюбивыми, послушными родителями, добрыми, мирными гражданами своей Родины. Распорядок дня составлен так, чтобы дети и взрослые, находящиеся в Лагеря «Стане» во взаимном общении, ежедневном труде, отдыхе, занятиях, игр, купании, сборе ягод. Все вместе ощутили и закрепили в себе во всем благодарность Богу, взаимное уважение, терпение, уважение к порядку, дисциплине и ответственности. Принимаются дети верующих и неверующих родителей, но только те, кто желает крепко верить во Христа и дает обещание добровольно соблюдать устав Лагеря «Стана», быть послушанием воспитателей. Конечная цель достижения вечного спасения через веру во Христа Иисуса и добрую жизнь по евангельским заповедям. У Лагеря «Стана» есть свой распорядок дня внутри лагеря, встав и правила поведения, запреты, разрешения. Все это вывешено для свободного ознакомления всех насильников и родителей. Ежедневно, утренняя гимнастика, работа по заготовке дров, ежедневный лагерь утренней и вечерней молитвы, чтение Слова Божия, утренняя гимнастика, работа по заготовке дров и воды, и на огороде, игры, сбор ягод, костер по пятницам, катание на лодках и на лошадях по воскресеньям, отдых во все воскресные религиозные праздники, вырабатываться у детей навык бережного отношения к природе, экономия во всем, безропот, прицель, тягот жизни. Они куда ушли? Кто? Дети-то. Не знаю. Пока читал, весь лагерь разбежал. А надо спросить, а куда он отправил-то их? Город Михайлович, мы сейчас с ним в Корчино едем. Я знаю, но он куда-то их отправил? А, пасти может быть. Третье. Порядок образования, структура и управление. Лагерь станет открыт по просьбе верующих родителей и детей. На его существование получена благословенная грамота правящего архиерея, епископертихи Шимско-Сибирского. Возрад для детей не ограничен. До семилетнего возраста с детьми находятся или родители, бабушки или старшие братья и сестры. Четвертое. Органами управления лагеристана являются. Общее собрание лагеристана состоящее из любого количества предшественного собрания членов двух общин. Собрание собирается только по необходимости, но не лишь одного раза больше. Все остальные вопросы решают в течение года в городе Барнауле. В зимнее время на Общее собрание Христово-Изюческого общины. Избирается начальник лагеря Штана и его четыре заместителя помощника. Назначение на должность преподавателя, повара и их помощника по обстоятельствам и при наличии данных профессий. Смотря по надобности, зависит от количества начальников лагеря. Старший в кельях назначает так же, как и дежурный по лагерю. А пересокупание на работах по усмотрению старшего назначенного начальником лагеря Штана. Все вопросы решаются простым большинством голосов, присущих на собрание. На всем мероприятиях есть отдельные расширенные уставы, в бане, на озере до костра, при воде езде, за обедом, при работе, подъеме и отдыхаю ко сну. Совет лагеря Штана избирается сроком на три года. Начальник лагеря Штана на пять лет. Переизбрание до срока возможен турки на Общем собрании обеих общин под доказанным уважительным причинам. На каждое собрание приглашают священники. При равном отличии с голосов, пересадывается с той стороне, где голос священника-советника. Имущество лагеря Штана формируется на находящейся на территории лагеря Штана сооружений бани, пирсов, спорт инвентаря, инструменты, игрушек, постельных принадлежностей. На учет может быть взято только то, что будет приобретено с 1 июня 1996 года, со дня открытия лагеря Штана, после его регистрации. Забота совета лагеря Штана состоит в том, чтобы материально-продовольственный и вещевой запас лагеря, постельные принадлежности, посуды, инструмент, палатки позволял ему существовать при самообеспечении дровами и водой. Палатки, кухня, зал для занятий, баня, пирс, кель и общий уже существуют и поддерживаются в пригодном состоянии, улучшаются. Церковно-приходские советы вышеукаженных общин круглый год могут и должны производить поиск благодетельных средств для облегчения существования Лагеря Штана, облегчения малообеспеченных детей. Должность казначей отсутствует. Его замеет старшая сестра, повар, сестра-повар, которой сдают продукты и деньги за каждого населения. Согласно установленной цены на пропитание, установленной на год, особенно бедным детям, совет лагеря может дать льготные условия пребывания, уменьшить цену взноса на пропитание или вообще содержать бесплатно. Начальник лагеря Штана имеет право на статья старших по всем годам деятельности в лагере. Поваров дежурных давать разрешение на прием начальников выдачи характеристик. Начальник лагеря Штана дает отчет о деятельности своей лагеря на годовом собрании общин. Члены совета являются помощниками по всем вопросам. Помогают при открытии деятельности и закрытии лагеря. А насосный начальник лагеря замещает его. Ну вот так вот у нас лагеря Штана. Пояснение в сети. Слава Богу за всем. Володя пока...